Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео мы посмотрим, почему же продастся лот 1 гривна 1996 года целых 200 штук. Довольно интересный лот, потому что тираж монеты всего 1 миллион. Монета 1996 года довольно давно, она в обороте, часть уже потерялась. Мы узнаем, какая будет продажа, и тот, кто написал комментарий и угадал цену, получит от меня 100 гривен. И мы сейчас узнаем, кто же это. Давайте смотреть. Давайте сейчас обновим страничку, посмотрим, сколько сейчас. 12 тысяч 20 гривен. Так, обновим. 12 тысяч 40 гривен данные, данные ставочка. Сейчас по 60 гривен 20 копеек за одну монету. Можем посмотреть, в принципе, кто ставит данные ставки. Ну, видите, люди участвуют. В принципе, сейчас за счет чего не такая большая цена на гривну, потому что очень большое количество. То есть, довольно большую сумму нужно выложить, чтобы купить, скажем так, инвестировать деньги в вот такую вот обиходную монету. Хотя, в целом, я считаю, что при том, что сейчас заменяется монета 1 гривна на новую монету образца 2018 года, и там тираж довольно большой, у этих всего 1 миллион, я думаю, цена у них будет достаточно большой. Да? Ну, думаю, до 100 гривен она точно вернется. Вопрос только времени, когда, и сейчас посмотрим уже, видите, сейчас уже цена 15 тысяч. Можно посмотреть, какие проходы были у нас на эту монету буквально недавно. Вот 15 числа у нас была продажа 73 гривны на данную монетку 96 года. Давайте посмотрим еще. Вот у нас 70 гривен. То есть, технически, теоретически может подняться цена до 70 гривен за данную монету. Ну, хотя здесь, чем этот лот интересен, он рассматривается не просто как одну монету себе в коллекцию, а как такой инструмент, скажем так, инвестирования в обиходные монеты украинские с целью, возможно, заработать в будущем в связи с денежной, видите, изменением, ну, не денежной реформой, хотел сказать, да, а с изменением формата, да, какая сейчас гривна. Конечно, смотрится довольно прикольно, целая, целая такая кучка монет 1 гривна. Конечно, у каждого, давайте сейчас обновим, посмотрим, сколько сейчас, какая цена сейчас 15, 110, осталось 3 минуты. Довольно, довольно существенно, да, такая большая ставка. Вот тут вот участники тоже спрашивали, в чем особенность данных, данные монеты. На самом деле, особенность какая, что... Особенность какая, что тираж у монеты небольшой, тираж у монеты на самом деле небольшой, и часть потерялась. Ну, представьте себе, сколько лет прошло, вот я тут уже написал в комментарии, что 23 года реально эта монета в обороте, за 23 года могло огромное количество потеряться, вывестись, отложиться по копилкам, по кошелькам. То есть даже технически просчитать, сколько монет осталось этого тиража, довольно сложно. Потому что, ну, такого инструмента, скажем так, нет. Давайте смотреть, какое, 15, 110 сейчас. И потом мы сразу с вами определим в комментариях, кто же, кто же угадал данную цену и получит 100 гривен на счет себе на аккаунте на Виолити, да, чтобы можно было, во-первых, торговаться. Этих 100 гривен хватит надолго, потому что поставить одну ставку занимает одну копейку. Так что торговаться и покупать прикольные лоты можно довольно долго. И также выставлять свои лоты, заказывать рекламу на Виолите. Что я, собственно, тоже делаю. У меня есть несколько лотов, которые я продаю. Давайте я сейчас посмотрю, что у меня там в активных лотах. Ну, сейчас у меня просто стоит две куклы, которые довольно интересные, из Европы привезены. Пока есть не такой у них, конечно, спрос на них, как я думал. Потому что, ну, тема не совсем моя. Но мне было интересно посмотреть на них живьем, потому что фарфоровые лица и так далее. И они такие довольно старые. И одна и вторая кукла. Одна чуть больше, у нас получается, 23 сантиметра, другая 23 сантиметра. Вот. Ну, это я так покажу просто свой лот. Может быть, кто-то захочет себе приобрести. Для интереса, обзор у меня на канале есть. Давайте вернемся к... Так, 16 тысяч у нас стоит сейчас. 16 тысяч. 16 тысяч, ну, 80 гривен за одну монету. Ну, здесь, конечно, еще продавец что сделал? Он купил средства для чистки конкретных монет и почистил каждую монету. Заморочился. Я думаю, средства сейчас, вот, Лиштурмовские, не очень дешевые. То есть, еще нужно потратить было... Ну, он, я так понял, покупал не официальное средство, а какое-то привезенное именно на разлив. Вот. Не совсем там указано, как оно называется. Но я, например, на сайте Лиштурм видел, какие цены. И, в принципе, это довольно стоит денег, да? Я покупал средства для чистки монет. Вот у меня есть ссылочка в описании. Прибор для чистки, средка для чистки Майдсебра. Вот. То есть, мы можем перейти посмотреть приблизительные стоимости, какие его, собственно, показывал в одном из видеороликов. Вы можете заглянуть, посмотреть. И приблизительное средство для чистки маленькая баночка, хотя, по факту, в видеоролике она довольно-таки и большая, обходится в 264 гривны. Вот, ну, на сайте официального представителя Лиштурма. Здесь, конечно, думаю, нужно было довольно много потратить, чтобы почистить данное количество монет. 200 монет. Так, ну что, 16.50. Больше 80 гривен за монету. В целом, как инструмент инвестирования, обиходные деньги монеты Украины могут быть довольно, таким, знаете, инструментом хорошим. Потому что рост цен на монеты был довольно-таки большой. И вот, например, если взять монеты, которые выпустили 10-гривневые, тоже тиражом в 1 миллион штук, особенность этих монет в том, что они не выпускались в оборот. Представьте, если бы их во всех регионах раздали, и всем, они бы, люди бы себе по карманам, по копилкам отложили на полки. Но так как они реализовывались только через банки и покупали их нумизматы, они не так, не так вошли, не такое количество из них потерялось. Вот. Как, например, вот взять вот эти монеты 96-го года? Так, они были вот еще... Ну, 23 года тоже своя особенность, да? 23 года довольно давно. Вы знаете, я так переживаю, я так интересно, за сколько будет продан лот, потому что, на самом деле, как будто бы это мой лот. Но нет, нет. Подредствуем, мы видим, что на нем мы не знаем кто. Ну, видим, что видно, что рейтинг довольно большой. Значит, продавец с опытом довольно давно-давно торгует на данной площадке. Данную опцию получают те продавцы, которые желают ее подключить, у которых большой рейтинг есть. На самом деле, в Geolite постоянно внедряют какие-то фишки, какие-то дополнительные опции. Я думаю, это очень классно, если вы, например, торгуете, да, монетами, антиквариатами и чем-то еще, вам довольно удобно. Там есть много фишек, там подключение, даже того времени завершения сделки и так далее. Кстати, воскресенье, ну, я не думаю, что воскресенье вечер самое лучшее время для подведения итогов. Я бы какой-то будний день поставил для подведения итогов по лоту. Ну, видите, так продавец решил, так ему удобнее. Возможно, он опцию не подключал. А что еще можно посмотреть? Конечно, выглядят они, они прям шикарно блестят. Я в своей коллекции имею монеты 96-го года. Точно не помню сколько, ну, наверное, штук 50 у меня точно есть. Они у меня в хорошем состоянии. Есть некоторые со штемпельным блеском. Возможно, в будущем, если интересно, напишите, я покажу то, что у меня есть в коллекции. Какие-то я уже разместил в папке. У меня есть папка, которую мы, кстати, разыграем на 15 тысяч подписчиков. Друзья, как только добьем 15 тысяч подписчиков, на канале у меня есть видео. Вот, в этом видео у нас розыгрыш на 15 тысяч подписчиков. Вот здесь вот у меня есть ссылочка. Вы можете написать комментарий. И потом мы разыграем среди всех, кто оставил комментарий. Так что переходите вот в это конкретное видео. Обязательно участвуйте. Как только на канале будет 15 тысяч подписчиков, можно выиграть папку уже с монетами 1 гривна. Друзья, вот так вот вам рассказывал, показывал, видел, пропустил финальные торги. Ну что ж, с 16 тысяч 50 гривен у нас продан лот. Давайте перейдем, сейчас посмотрим. У кого же такая ставка? Тоже тот человек, который получит 100 гривен на счет Виолити. 126 комментариев. Я их закрывал во время торгов, чтобы никто не мог дописать. И давайте смотреть. 14 тысяч, 13, 12, 18. Так, нам нужно искать 16. Вот, есть 16 300. Отлично. Можем сразу здесь вот в комментариях писать. Напишем, 16 тысяч. Кто-то ли писал, или 16 тысяч? А вот, есть один, кто написал 16 тысяч. Давайте так пробежимся. 17, 15, 17, так, 16 500 вот есть, смотрите. Отлично. Но, 15 500, сейчас, 650. Так, а тут вот 1650. А мне показалось, что это он угадал. 1650, нет, дневник нумизмата не совсем. 15 250. Значит, смотрим, у кого 16 тысяч есть. Давайте дальше. 22 тысячи, 18, 12, 16 300, 15, 20, так, смотрим дальше, друзья. Спасибо всем, кто написал комментарий. Всем привет, видите. Полайкал все ваши, ваши ответы, тоже полайкаем. 16 700, 13, так, ну что, ну что, давайте, кто-то угадал, или нет. 16 600, вот есть. вот эти 16 тысяч от Саши, я так вижу, что он пока один, кто 4 дня назад отметил 16 тысяч, 16 100, ага, вот два у нас, варианта 16 100, 16, 15, так, 17, 18, 16 80, вот смотрите, это покаместь, самый близкий вариант, давайте посмотрим, угу, да, вот три дня назад, очень, очень, прямо близко, так, 13, ну, мне кажется, это будет победитель, хоть почему-то, ну, настолько, разнятся, смотрите, какие вот, какие вот ответы, очень все, всех разные, 16, 110, тоже, так, близко, Миша, 13 700, предложил, видишь, цена на 96 гривну, растет, ну, что, друзья, как видите, у нас есть победитель, Андрей, да, Андрил, я поздравляю, 16 080 гривен, ты поставил ставку, а ставка была 16 050 гривен, 16 050 гривен, я поздравляю, ты получаешь 100 гривен, на счет, на счет, Виолити, пожалуйста, напиши мне, в Телеграм, я тебе начислю, на твой счет, 100 гривен, сможешь покупать на Виолити, и торговать, чем захочешь, вижу, довольно красивый, дизайн у тебя, обязательно, пожалуйста, напиши мне, к сожалению, нет какой-то информации о тебе, довольно давно на канале, ты зарегистрирован, но я тебя искренне поздравляю, друзья, спасибо всем, кто заглянул на канал, вот, вот, столько у нас было комментариев, если тема интересна, я буду подобные аукционы делать, и предлагайте, какие еще призы, можно вам предлагать, думаю, начисление, или на телефон, или на аукцион, ну, в принципе, даже просто монеты, я думал, разыгрывать, возможно, в будущем разыграем, какую-то конкретную, на монету, если да, напишите мне, какую бы монету вы хотели, например, из серебра, какую монету из серебра, вот, вот, в таком плане, аукциона, вы бы хотели, чтобы я разыграл, ну, что ж, всем спасибо, подпишитесь, обязательно на мой канал, и ставьте лайки, смотрите новые видео, всем пока,